Праздник Победы Праздник Победы Новый удар – это не пенсионная реформа, это удар по российской государственности невиданной силы, это удар по той стабильности, которой хвалился Путин, это удар по каждому гражданину нашей державы. Вдумайтесь, за последние 25 лет наша страна потеряла 9 миллионов человек, 7 миллионов ехало мигрантов, и тем не менее мы единственная страна в мире, которая сокращает свое население. Если в 90-м году было 40 миллионов детей, сегодня их стало на 18 миллионов меньше. Особый удар наносится по женщинам. Никогда в истории нашего законодательства не было более циничного, мерзкого и вызывающего закона, чем тот, который назвали пенсионной реформой. Это удар по старшему поколению, по нашим бабушкам. На 8 лет одевают пенсионную петлю женщинам, предлагая депутатам намылить веревку и затянуть собственной матери, дочери, сестре эту веревку. Вдумайтесь, 8 лет дополнительно женщине, которая не будет иметь счастье понянчить своего внука. Это наносит колоссальный удар по тем, кто готов создать семью и пополнять наше население. Мы недавно были на свадьбе, мы говорим горько, а свадьба дружно кричит, ребята, снесите эту пенсию. У нас нет бабушки, и мы ее потеряем. Если вы ее примете, нам некому будет нянчить детей, нам придется выбирать или работу, или рожать. Но мы все заинтересованы, чтобы в каждой семье было минимум 3-4 ребенка, потому что за последние 25 лет наша страна теряла население и больше всего теряли русские области, которые продолжают терять. Моя родная Орловская потеряла 150 тысяч человек больше, чем в годы войны, а мы на днях будем отмечать 75-ю годовщину знаменитой Орловско-Курской битвы. И мы встречаем этот великий праздник победы действительно со слезами на глазах, когда молодая семья не может себе позволить родить ребенка, только потому, что на эту семью надевается новая, так называемая уже пенсионная петля. Мы не можем согласиться и с тем, что те, кто сегодня работает, тоже получат удар под дых. Те, кто работает, вдумайтесь, именно вам. Вам придется на плечи взвалить те дополнительные нагрузки, которые связаны со старшим поколением. Сегодня в 45 лет невозможно устроить на работу женщину с двумя высшими образованиями, которая потеряла свое место на предприятии. А что будет, когда ей будет 55-57 лет? А это означает, те, кто трудится, должен будет помогать, кормить, лечить. Это означает дополнительная нагрузка на работающих, а каждый в второй стране получает жалования меньше 20 тысяч рублей. Это огромный удар по модернизации. Наша страна сегодня на 10 тысяч работающих имеет всего два робота. Китайцы уже 36. Южная Корея 450 и более. Вместо того, чтобы развивать станкостроение, электронику, приборостроение, биотехнологии, создают 15 миллионов дополнительных безработных, которые под старость будут согласны на любую работу. Лишь бы выжить в этих условиях, они лишаются элементарной пенсии. Когда вам говорят, что все будет прекрасно и регионы поддерживают эту пенсию, не поддерживают регионы. Это поддерживает Единая Россия, которая оккупировала все законодательные собрания и которые толком так и не обсуждала. Когда они говорят, мы запрещаем вам проводить на улицах и площадях, но тогда обратитесь к своему президенту. Он заявил, надо обсудить с народом. И вот здесь десятки тысяч собрались для того, чтобы высказать свое нет этой пенсионной реформе. Это не реформа, это действительно геноцид, это удар под дых нашей государственности, это удар по каждому троженнику и молодому человеку. Нет этой пенсионной реформе, согласны? Нет! 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 Я хочу обратить ваше внимание на то, что 36 регионов России, где мужик не доживает до 65 лет, а Сибирь, Дальний Восток, Русские области, Север, средний возраст 61-62 года. Это значит, все они получат свою пенсию в гробу. И вместо того, чтобы принять закон, по которому и дети, и жена могли бы получить огромные средства, которые он отчисляет в пенсионный фонд, и им показывает Кукиш, заявляя о том, что будет этим пользоваться власть и частники. Я уверен, что мы сумеем преодолеть эти трудности и проблемы. Но обратите внимание, они вас кормят тем посулом, что раньше на тысячу работающих было меньше гораздо пенсионеров. И это не просто ложь. Да, пенсионеров было меньше, но на тысячу работающих было 910 тех, кто не трудился. Дети, инвалиды, пенсионеры. Сегодня 730, сегодня детей в три раза меньше. Но содержать ребенка, державя и семья гораздо дороже, чем пенсионеров. Советская власть учила бесплатно, лечила бесплатно, рабочее место давала, давала квартиру молодому человеку. А теперь самая большая безработица среди молодежи. Наиболее талантливые бегут за кордон. Два года назад убежало 20 тысяч блестящих специалистов. Прошлый год 42. А в этом году после такой реформы побегут все остальные. Это преступление перед нацией и ее будущим. Когда вам заявляют, смотрите, как хорошо на Западе, давайте посмотрим. Пенсии в Эстонии в два раза выше. Нет ни нефти, ни газа, ни угля, ни леса. Все равно в два раза выше. В Польше в три раза выше. Во Франции в пять-десять раз выше. А у нас к жалкой пенсии прибавляют тысяченку и говорят, радуйся. А у рядом соседа, который должен выходить, отбирают разом 150-200 тысяч и ничего не делают для того, чтобы его поддержать. Я уверен, что народ не позволит принять эту так называемую реформу. Вчера Государственная Дума завершила эту сессию. Общий итог. Вороватым чиновникам, олигархам и буржуям все, пожалуйста. Вам деньги, вам льготы, вам острова. Русский для офшора и октябрьский. Я им вчера сказал, вы не случайно, наверное, выбрали русский остров, чтобы русские знали, кто их обворовывает и унижает сегодня. Они шутят с большим огнем. А Октябрьский, что они помнили, чем закончился их грабеж и унижение трудового народа в октябре 1917 года. Мы объединили сегодня всех. Женщин, профсоюзы, ветеранов, коммунистов, патриотов, Левый фронт. Всех, кто понимает, что это не реформа, это дальнейшее унижение нашей державы. Мы с вами здесь на площади твердо говорим. Эту реформу мы в любом случае свалим. Она не пройдет. Если мы пропустили эту идиотскую перестройку, эту воровскую эпоху Ельцина, это казнократство Чубайса, сегодня народ понимает, кто их обобрал и что делает эта власть. Официально заявляем правительству, вы не примете эту реформу. Мы все сделаем, чтобы поднять страну. И она сказала нет. Мы объявили реформу, референдум и подписи. Тысячи людей высказывают свое нет. Но главное усилие – это солидарные выступления трудящихся. Сегодня по всей стране проходит манифестация. Мы еще должны провести три волны в августе и в сентябре. Уверяю вас, все сделаем, чтобы прошла программа народно-патриотических сил, чтобы было сформировано правительство народного доверия, чтобы народ чувствовал себя хозяином державе. Да здравствует трудовой народ, да здравствует социализм, да здравствует возрожденная наша держава. Ура!